В последнее время все чаще поднимается вопрос вероятности дефолта России по внешним обязательствам. Идут и разговоры о том, что украинский внешний долг вырос до таких размеров, что обслуживать его уже не представляется возможным. С Россией все обстоит довольно просто. До 25 мая действует лицензия Минфина США, которая позволяет российскому Минфину платить долларами по долгам, номинированным в долларах. При этом американский регулятор весьма недвусмысленно заявил, что лицензию продлевать не будет. Российские власти платить проценты и погашать облигации в долларах не смогут. И похоже с этим уже все смирились. По крайней мере глава Минфина Антон Силуанов заявил, что если с долларами ничего не получится, заплатят рублями. А поскольку занимали в долларах, появится формальный повод объявить дефолт. На кредитный рейтинг, который у нас давно дефолтный, равно как и на инвестиционную привлекательность России, в силу понятных обстоятельств, это никак уже не повлияет. Так что власти и дергаться перестали. С Украиной все сложнее. Их представители давно призывают Запад использовать замороженные российские активы для оплаты украинских счетов и для финансирования послевоенного восстановления украинской экономики и инфраструктуры. Министры финансов стран Большой Семерки на прошлой неделе обсудили такую возможность. Сошлись на том, что институт частной собственности подрывать все-таки не стоит. Поэтому деньги российских олигархов никто конфисковывать не будет. Правда, глава немецкого Минфина Кристиан Линднер выразил надежду, что совесть у российских богачей проснется, и они добровольно окажут финансовую поддержку Украине. Тут интересно, на каком проценте они сторгуются и какой частью состояния придется пожертвовать российским олигархам. Но помимо счетов и других активов частных лиц в развитых странах, есть еще арестованные активы Банка России. Это деньги государственные. А поскольку Россия государство-агрессор, забрать эти деньги в пользу жертвы агрессии будет только справедливо. В настоящий момент развитые страны прорабатывают юридическую схему и пытаются оценить возможные международные последствия.